Мы сегодня немного в такой мрачноватой обстановке. Ладно, нормально. Сегодня мы поговорим о том, зачем вообще вам удаленная работа. Я работаю более 15 лет уже удаленно, и на консультациях, я даю консультации, ссылочка внизу, если интересно, на консультациях люди часто спрашивают, то есть типа, вот я никогда увидел в интернете, кто-то работает удаленно, я точно хочу все, вот это мое, я хочу работать удаленно, мне надоела моя работа, вот хочу, то есть люди, не зная еще информации толком, они уже думают, что какая-то там удаленная работа, неважно какая она, решение их проблем, не знаю, со здоровым, психических проблем, любых проблем, потому что им не придется утром вставать на работу, не придется там ходить в офис, там где им никто не нравится и так далее. Так вот, сразу хочу развеять вот эти все ваши влажные мечты. Удаленная работа, это тоже непросто, и есть очень много там, так сказать, особенностей, которые при, если у вас определенные черты характера, они просто, ну, не черты характера, а типы личности, можно сказать, вот эти особенности, они просто перевесят в худшую сторону, и вы будете скучать по офису и скучать по там, условно, вашей там предыдущей работе, где вы куда-то ходили и просто там, как говорится, делали то, что вам говорят, уходили после работы и все забывали. Смотрите, давайте сравним быстренько людей, которые работали вот в офисе, да, и потом они как бы ушли на удаленку, то есть вот, которые уже перешли. Таких людей на самом деле очень много, в основном это, конечно, айтишники, но и не только, есть много других примеров, потом про это поговорим. Первое время эти люди очень сильно как бы радуются, потому что, ну, изменился их образ жизни. Они, как правило, они больше спят, они меньше, обязательно-обязательно, они меньше делают, потому что, ну, рабочий день хочется упросить, хочется что-то, например, там, кто работает дома, да, там, не в каворкинге каком-то там, а именно дома, да, то есть, ну, походить по дому, заглянуть там, посмотреть апдейты в холодильнике, да, там, полистать новостную ленту, лайки поставить в толчке. Но потом они начинают замечать, что по сравнению с офисом у них начинает падать продуктивность, потому что, если, ну, человек как бы сильный, он старается делать как-то продуктивно то, что вот, ну, говорят, да, там, следовать какому-то плану, то он замечает, что он отвлекается на какие-то домашние дела, это начинает его нервировать. И вот здесь вот мы сразу подошли к главной теме. В удаленной работе одно из основополагающих – это умение заниматься менеджментом вашего времени, то есть, умение распределить ваше время. Это очень-очень сложная тема. Кажется, что, ну, что такого, ну, напишу я на стенке где-нибудь там или наколюсь на лбу план, когда я буду там делать, например, там, чистить картошку, готовить еду, и когда я буду работать там, выполнять заказ, когда я буду рассылать там резюме или еще что-то. А вот хрен там, ребят, вы это сделаете один, два, три дня, но человеческий мозг – это такая штука, ну, очень тяжело рулить, как говорится. Поэтому никто это не учитывает. Смотрите, еще такая тема. Люди, когда уходят из офиса, им очень тяжело еще на удаленке то, что они привыкли, что в офисе имеется определенная иерархия. Ну, как правило, опять же. Я не говорю, что офис – это плохо или нет, это просто совершенно разные ипостаси. В офисе имеется определенная иерархия, и, как правило, вы получаете задачу и что-то делаете. То есть вам сказали там, Алексей Петрович там, вот, в ближайший месяц там план такой-то, вы там следуете тому, что говорит Ольга Павловна, и там типа вот нужно делать это, 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 и там вам кучу задач дают, вам говорят, что делать, и все. То есть вы сделали, в пять часов вечера закончилось, вы пошли домой. И все, то есть нету там работы никакой. Когда вы переходите на удаленку, вот этих Ольга Павловна, там Алексея Петровича нету. Есть какой-то абстрактный заказчик, и, как правило, он не знает, что он хочет. Если вы работаете на какой-то офис удаленно, там другое дело. Вы, опять же, все равно получаете какие-то задачи, да, и там есть какая-то иерархия. Но мы сейчас говорим как раз-таки про такую классическую удаленку, когда вы сами, то есть там ищите проекты, которые вам интересны, вы сами, как говорится, у руля, а заказчик – это человек, который просто хочет получить продукт, но у которого ничего не знает. Так вот, после офиса, да, есть такой провал, что люди распыляться начинают, они не понимают, им не говорят, что делать, как так? Ну, то есть они не понимают, что им делать, потому что им не говорят. А как тогда план выстроить? То есть нужно же планировать, но мы никогда не планировали, мы не знаем, как это делать. То есть у меня на консультации был интересный случай, когда человек, интересно, что вот, ну, человек, получается, обратился, потому что он хотел уйти на удаленную работу, просто потому что, ну, ты его достала, да, там на работе, вот у него не хватает денег, его там душат или еще что-то. Я говорю, ну, хорошо, как бы в этой же деятельности ты хочешь заниматься этим, да, то есть, или ты хочешь изменить свою деятельность. И вот там самое интересное, человек всю жизнь занимался, то есть, ну, я не хочу там точно говорить, чтобы там, ну, возьмем там, не знаю, поменяем немного. Он всю жизнь занимался написанием документов, то есть юридические документы оформлял. Он юрист. У него там три высших, три, и он юридические документы оформлял всю свою жизнь. И его это настолько достало, настолько там вот эта вот вся рутина бюрократии и так далее его достала, что он говорит, а мне все равно кем, я хочу хоть айтишником, может, графикой заняться, что-нибудь, чтобы, ну, красками жизнь заиграла. Я говорю, ну, так, слушай, красками жизнь играет не от работы, а от, так говорится, того, что ты делаешь, от созидания чего-то. Пусть это будет даже искусство, там, еще что-то, какая разница. И он, знаете, так начал изучать, он говорит, хорошо, я прикину, что мне нравится. Он пришел через некоторое время, говорит, слушай, вот я посмотрел, вот как ты сказал, да, вот эту область, вот эту область, мне нравится заниматься графикой, я хочу рисовать графику, я хочу попробовать, может, в анимацию идти. Я говорю, ты когда-нибудь рисовал там, чем-нибудь занимался? Он говорит, нет, но я готов поучиться попробовать, я не художник, но вот типа там я смотрел, что там вот в 3D, да, это можно научиться. И человек потихоньку начал изучать, понимаете, у него появилась цель, он потихоньку начал двигаться. И вот такие люди, которые волевые, то есть они выбрали что-то, и они спокойно пошли вот по своему, по этому пути. Примерно через где-то, ну, в течение года где-то произошло, что он уже работал, то есть на первых своих заказах. То есть у него уже были заказы по этой теме, он уже по юридической теме все это уже оставил. Но, опять же, вот прикол, он без проблем мог удаленно там решать какие-то юридические документы кому-то, писать, составлять эти там вещи, консультировать. И то есть у него получилось, что он, как говорится, в стерео, да, может в два направления работать. То есть неважно, кем вы были, все можно поменять. Важно, готовы ли вы к этому, не создаете ли вы каких-то иллюзий. И если распределить еще какие-то, взять плюсы именно удаленки, почему люди вот уходят, то, ну, у вас улучшается, так сказать, когда вы занимаетесь чем-то своим, вы дело любите. И продуктивность, продуктивность растет за счет того, что вы делаете то, что вам нравится. Но корреляция продуктивности, она, ну, такая штука сложная, потому что вы, если находитесь дома, вы это время можете тратить на свою семью, на какие-то свои другие интересы. И вроде как это нормально. И за свои все годы, я, конкретно я, ну, я такой человек в этом плане, может, немного странный, я заметил, что, ну, у меня тайм-менеджмент, он вообще размытый получается, да. Тем не менее, я ни разу не доводил до такого, что там дедлайны кому-то срывал или еще что-то. То есть я четко, как бы, ну, понимаю, что заказчик, человек, который хочет получить в определенные, ну, какие-то детали, да, то есть определенный срок что-то получить, да, вот. И я, соответственно, ему должен объяснить это на этапе по сравнению технического задания, что вот успокоить его, что да, вот это реально получить в этот срок. То есть вот это вот так вот работает. Многие просто, когда переходят именно на удаленку, когда начинают этим заниматься, они думают, что заказчик, ну, он сам все знает, что он все поймет, и он всего лишь хочет, как в магазине, купить булочку. Это не магазин. Фишка-то в том, что это вообще нифига не магазин. Это даже не знаю, фриланс, с чем сравнить. Потому что вы не продаете готовый продукт. Ну, мы не говорим о стоках. Там, где на стоках кто-то торгует, мы там тоже продаем что-то. О стоках потом поговорим. Мы говорим именно о фрилансе, там, где вы конструируете кому-то что-то, к примеру, да, ну, неважно что. То есть тот, кто у вас заказывает, он понятия не имеет, он просто хочет получить что-то, что в его голове крутится вот так. А ваша задача из его головы достать. И если вы это делать не умеете, то есть доставать информацию у людей из головы и созидать из этого что-то, то, ну, это будет для вас очень тяжело. Вся эта вот эта вот канитель с именно удаленной работой. В плюсы вообще, на самом деле, в удаленке можно... Ну, давайте быстро пробежимся вот так, чтобы не распыляться. Именно какие плюсы удаленной работы? Во-первых, как я уже сказал, первое, вам нравится то, что вы делаете. Это, ну, должно быть априори, как бы, основой. Вам нравится то, что вы делаете. И в этом случае у вас продуктивность растет. Второе, у вас появляется больше свободного времени, потому что как раз-таки вы занимаетесь его распределением. А третий плюс это то, что, в принципе, ну, в классическом, так сказать, понимании удаленной работы, когда вы ищете разных заказчиков, заказчики находят вас, компания находит вас. Скажем так, у вас растет коммуникабельность и количество связей. А, знаете, вот мне нравится очень цитата из игры Watch Dogs. Там было, ну, почитайте, что это за игра. Там, я думаю, многие играли, знают. Там была фраза очень простая, на английском была, и была фраза, называлась Connection is power. То есть, вся сила, она как раз-таки в коммуникациях, в связях. Чем больше вы знаете людей, тем больше у вас есть зацепок. Чем больше удочек на речку вы закинули, тем больше шанс достать рыбу. Ну, это логично. Так и здесь. Соответственно, как бы вот эти вот вещи с коммуникацией здесь очень решают. Это можно и в минус занести. Если вы человек необщительный, и как бы вам лень, например, там, искать каких-то новых контактов, где-то знакомиться с кем-то. Ну, то есть, у вас как бы в определенном, так сказать, смысле будет меньше возможностей по получению каких-то там заказов. Заказы могут быть очень глобальными. То есть, это и плюс, и минус. Какие еще у нас могут быть плюсы? Путешествия. Это для тех, кто любит путешествовать. То есть, фриланс – это такая штука, которая отвязывает вас от местоположения зачастую. То есть, некоторые могут путешествовать с телефоном. Взять телефон, там им достаточно, если они там пишут, может, статьи какие-то. Ну, это тоже реально. К телефону клавиатуру подключил и пиши. Если там режиссирует кто-то что-то через телефон, можно там координировать команду, там, да. С ноутбуком путешествовать, там. Ну, конечно, там те, кто занимается тяжелой графикой, ноутбук будет подороже. Это тоже можно занести в минус, но это потом. Но в целом, вы можете путешествовать. Это тоже очень классно. То есть, самый жирный плюс – это то, что вы управляете своей жизнью. То есть, у вас появляется, наконец, чувство, что вы управляете своей жизнью. Минусы, вот как я сейчас говорил. Минусы – это то, что, то есть, так как вы управляете своей жизнью, то все инструменты работы и так далее – это вы теперь. Ваше рабочее место сами делайте. Сами разруливайте, какое у вас будет железо, если вы там работаете с чем-то тяжелым. Нужно покупать какие-то новые вещи, инструменты, которые будут помогать вам в работе. То есть, тоже не все так просто. Также минусом может быть то, что проблемы с, как это сказать, с платежами. То есть, вам нужно будет разобраться в налоговой системе государства, в котором вы работаете. Как принимать платежи, как их правильно декларировать. То есть, это тоже нужно с этим разбираться. То есть, вы отчасти становитесь там и бухгалтером, и юристом. И вот это все в куче, да, это пойдет. Дальше минус – это опять же то, что если у вас, как говорится, такой внутренний стержень, такой черта характера, типаж такой у вас, что вы такой расхлябанный, там, да, вот, как я, дерганный такой, знаете, отчасти. Иногда я очень спокойный, иногда меня, то есть, как бы, тащит, я хочу и то, и то, и то, и все сразу. Соответственно, тогда сконцентрироваться на какой-то деятельности очень тяжело бывает, да. И, ну, это решается самоконтролем, обучению самоконтроля, да. То есть, как бы, это все можно тренировать, просто нужно для этого, как бы, пробовать все это делать. Непостоянство доходов, я думаю, можно отнести в минус. По той причине, что если вы не работаете на какую-то фирму удаленно, а именно занимаетесь тем, что вы с разными фирмами работаете и так далее, то у вас доход может быть совершенно разный. То есть, вы в один месяц можете получить, там, скажем, там, какой-то там. Вот у вас есть цель, там, получать x денег, да, там, в месяц. В один месяц вы получаете, там, треть от этого x, да. А в другой месяц вы получаете 2x. То есть, в ваш... Вы не должны расстраиваться по поводу того, что вы получаете, там, в какой-то месяц меньше и, там, пытаться, пытаться быстрее все схватить. Нет. Фишка-то как раз в том, чтобы научиться держать средний какой-то доход, да, то есть вы получили в один месяц там меньше, да и хрен с ним, вы в следующий месяц там возьмете заказ какой-то или получите, да, который вам там обеспечит вас на год, например, то есть, ну, такое бывало, и на самом деле, то есть, такие вещи, ну, их не предугадаешь, вы не знаете как что, но можно пытаться просто улучшить свою позицию, так сказать, финансовую в будущем, ну, стараясь на будущее вот так вот брать какие-то связи, какие-то заказы, договариваться на будущее, то есть, опять же, есть разные типы там доходов, вы можете получать что-то от фриланса, получать что-то от вкладов каких-то, получать что-то от инвестиций каких-то, да, там, торговля может еще какая-то вестись у вас там на криптовалютах, на форексе, неважно где, кто-то даже есть у меня знакомый, они вообще в покер играют, да, то есть, там, кто-то играет в покер даже, и, блин, на этом зарабатывает, ну, пожалуйста, то есть, кто чем гораст, то есть, ну, минус, да, такой вот есть, и это факт, но, опять же, вы должны понять, а что, то есть, как бы, перекрывают, вот плюсы перекрывают, минусы в вашем случае, или все-таки, ну, как бы, проще где-нибудь устроиться, потому что я знаю людей, которые вот с фриланса опять уходили в офис, сказали, да, мне так удобнее, я получаю фиксированную плату, там, кто-то на мозге капает, ну, я там делаю, что говорят, ушел домой, и все, то есть, тайм-менеджмент за них, по сути, решается тем, что они закрыты в офисе там днем, зарплата платится фиксирована, то есть, ну, вот так вот как-то. Ну, надеюсь, примерно стало понятнее, да, в чем такая вот вся вот эта канитель. Если у вас есть вопросы, вы можете записываться ко мне на консультации, консультации я провожу в данном случае, сейчас вот я пока не групповые, я провожу именно тет-а-тет, да, ссылка внизу будет, и, как бы, мы составляем, как правило, план работы с конкретным человеком, как ему лучше найти работу удаленную, что он хочет, как составить портфолио, как общаться, психология. Шоу рилдерсы составляли тут людям и сопроводительные письма, то есть, ну, дальше зависит от человека, то есть, как бы, чем могу, тем я помогаю. Если у вас будут какие-то вопросы по, в целом, вообще, вот, по этому ролику, конечно, пишите их внизу, я постараюсь ответить прямо в комментариях. Ну, как-то так, йоу! Бэм! Субтитры сделал DimaTorzok